Да еще бы свет отключили, что я думаю. Ну а что вы можете сказать по этому поводу? Ну что я могу сказать хорошего? Ничего. У меня детей маленьких нет, мне проще одной. А запасы воды сделали заранее? Да, мы грамотно читать умеем. Я приехала в гости к маме, а получается, что сегодня улетать, а все печально. Да, здесь на Узотопе, мне кажется, всегда проблема. И город Орск, мне кажется, ничего с этим не делает. Я живу в Питере, и у нас таких проблем вообще не было никогда, понимаете? Лет 10, наверное, 15, нет, такого не было. Ну, то бишь, вот прям вот как в этом году, в том году, просто, ну, я по новостям все равно читаю, да, смотрю. Ну, в этом году, мне кажется, все очень сложно. А мама как справляется с такой ситуацией? Ну, пенсионер, ну, очень плохо. Серьезно, очень плохо. Потому что воды нету. Ну, я понимаю, да, плохо, наверное, у кого дети маленькие. И тогда, наверное, печально будет все. И власти ничего делать, наверное, не хотят с этим. К зиме надо готовиться. А то зимой все это, не будет воды, тогда, скажем, лучше пусть летом не будет воды. А остальное надо делать все равно, конечно. А то, что еще и газ отключили? Ну, газ, опять же, надо. Присовку все там делать. У меня сын вот в этом работает. Он говорит, мам, надо все это сейчас делать, а не потом. Отрицательное, безусловно. Представьте себе, у кого маленькие детки. Сегодня отключили и газ, и в воду, и в воду. Это вообще ужасно. Ну, я, допустим, прокантуюсь, а вот все остальные, это как? Мне жалко, особенно тех, у кого детки маленькие. А детей сейчас много маленьких. Конечно, с пониманием. Но раз отключились, значит, делают ремонтные работы. Нас уже замучили с этой водой. То воды нет, то света, то газа нет. Ну, это не ко мне вопросы, это к нашему руководству.